Ориненформ 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 Оренбургский театр «Кукол» встретился совершенно случайно, потому что команда Оренбургского театра «Кукол» во главе с директором приехали в Нижегородское театральное училище, я в нем преподавал, у меня был выпускной курс, очередной выпускной, и они побывали на спектакле. Увидели, хотели взять студентов, а взяли меня. Возникли разговоры по этому поводу, и мне позвонили и пригласили сюда приехать, посмотреть, я побывал здесь, увидел чудные, замечательные, открытые лица актеров, и так захотелось с ними работать, и решил, что приеду сюда. Даже несмотря на то, что были предложения, скажем так, поинтереснее, может быть даже. Но человек, наверное, не ищет легких путей. Вот получилось так, и я приехал сюда, в театр, и не пожалел об этом вот ни на минуту. Я вот знаю, что вы недавно ездили в Армению со своим коллективом. Как прошел фестиваль? Очень замечательный фестиваль, но мы, к сожалению, видели не так уж много, потому что он идет 8 дней, а фестиваль принимает только на 4 дня. Там 20 стран. И то в этом году, как устроитель сказал, это не так уж и много. Вот. И спектакли идут на многих площадках в Ереване, и каждый час в программе новое название. Это замечательно. Целый день идут спектакли. Кого только нет. Уникально было то, что среди англоязычных вдруг бостонцы играли, Пулинович играли на русском языке, как они это делают у себя на родине. Было очень любопытно прийти русским и вдруг услышать русскую речь. Это было забавно. Ну и потом потрясающий город. Очень красивое такое соединение вот национальных черт, да, при этом совершенно низшая Европа. Вот европейский город. И восприятие вот жизни европейское. Это очень здорово. А в Оренбурге вас считают революционером. А вы согласны с этим мнением? Ух, да нет, я вот как-то с этим не соглашусь. Нет, дело в том, что я бы так сказал, есть неуспокоенность все время. Есть желание двигаться вправо, влево, вширь, в разные стороны, искать чего-то нового, людей сюда как-то вот приглашать, что-то придумывать. А вот так, вы знаете, в искусстве, мне кажется, придумано все. Ведь главное что? Комбинации. Вот. Есть уже определенные слагаемые. Их уже все до нас придумали. А вот комбинация этого, вот это что-то может быть новое. Да, на любимой работе скучать не приходится. Особенно, когда рядом любящая жена и дети. Не только в роли зрителей, но и в роли актеров. А вам никогда не казалось, что им не хватает мужа, отца, возможно, друга? Нет некой ревности к куклам? О, в смысле, им не хватает. Я всегда с ними. И дома я тоже бываю. Вот, все-таки. Ну, в данном случае, что касается моей жены, она актриса, Елена Смирнова, мы познакомились, опять же, в Нижнем Нижегородском театральном училище. Это нас очень объединяет. У всех же всегда по-разному. Но для нас работа это что-то такое, это совместно, это же наша часть жизни, мы этим живем. Но, я хочу сказать, у меня замечательные мои дети. Господи, у кого они не замечательные, а у меня они, безусловно, замечательные. Вот, Аня, старшая дочь, она к театру не имеет никакого отношения. Она вообще занимается астрофизикой, очень сильно к этому готовится, собирается поступать. А младшая дочь, да, она вот тяготеет к театру, не знаю, хорошо это или плохо, там жизнь покажет, в театре всегда все сложно. Но вот она очень сильно этим занимается. А даже было такое, что, когда мы сюда приехали, где-то было лет пять, и она говорила, когда ты уйдешь на пенсию, уходи уже скорее на пенсию. Я буду подавать тебе кофе, а вместо тебя буду работать я. Вадим Александрович, как такая творческая семья проводит свое свободное время? Свободное время, да мы всегда это по-разному. Если оно, конечно, есть, безусловно, да, трудности, безусловно, с этим есть. Ну, отдыхать мы очень любим, ездить куда-то очень любим. У меня жена водитель, она садится на машину и везет нас так далеко. В этом году мы побывали у нее на родине, мы ездили в Ростовскую область, аж далеко. Так что она у меня героическая личность, она меня вывозит, если мы летим куда-нибудь на самолете. Вот, так что и проводим, проводим. У вас следующий год будет юбилейный. Вы живете театром 25 лет. А о чем вы мечтали в юности? Эта мечта сбылась? Вообще, в детстве я мечтал работать в парке на карусели. Верите, нет, мне очень нравилось, как приходят люди, радостные, счастливые, садятся на карусель, им нажимают кнопки и отрывают били. Это так классно. Это было всегда такое радостно, солнечно, весело. Но, видимо, вот эта тяга, что люди придут радостные и веселые обязательно, и будет какой-то праздник, видимо, вот так возникла вот эта идея работать в театре. А мечта была с детства, да, я в Нижнем Новгороде побывал в Нижегородском театре «Кукол», ребенком на спектакле, Пудик ищет песенку, услышал замечательный голос, замечательные актрисы Александра Харчевникова. Это такая актриса из «Магикан» театра «Кукол». Потом я даже не думал, что я буду работать в этом театре, проработаю там 14 лет, и буду работать с ней на одной сцене, и буду рядом с ней играть, а потом она даже передаст мне некоторые свои роли, поскольку она играла в «Божественной комедии Адама», а я был после нее, она много лет играла, а после нее был я еще исполнителем этой роли, много лет. А вот так вот и сбылась мечта. У меня в дипломе стоят две специальности. А мастерство живого плана и мастерство с «Куклой» — это было еще когда учился вот еще в Нижегородском театральном училище сам. Так что мечта сбылась. Вы уже имели опыт работы на телевидении, когда режиссировали программу авторскую «Часы с кукушкой». Скажите, пожалуйста, у вас никогда не возникало желания полностью погрузиться в атмосферу телевидения и, например, выступить в роли режиссера кинокартины? Вот все знают, а? Даже это откуда-то всплыло. Да, действительно, энное количество лет на телекомпании «Волга». Я, мало того, я туда пришел, сначала меня привели работать с куклой, а потом я стал режиссером передачи. Но вы знаете как? Это вообще очень любопытно. Я понимаю, что работа на телевидении, она все равно как-то так фиксируется. И что-то остается. Кадры, они остаются. А театр «Кукол» и вообще театр – вещь такая. Сейчас вот в 18.00 начался спектакль, вот он живой, а в 9 часов, допустим, он просто прекратил свое существование. Он умер. Закрылся занавес, и все, спектакля больше нет. И о нем остается только лишь мнение, воспоминание, больше его нет. Но это совершенно разные процессы. Не знаю, в общем-то, никогда не мыслил себя режиссером кино. Даже не знаю, мне кажется, даже это еще сложнее, чем в театре. В театре как-то вот все тут. Так, все пошли работать. Я слежу за процессом. А после того, как процесс на сцене закончился, я еще могу приправить этот процесс. Не знаю. Никогда не думал. По телевидению помню, что это очень любопытно, что это очень интересная и очень многосложная история. Честь и хвала, кто занимается этим. Но я никогда не мыслил особо. А какого персонажа вы бы ни за что не согласились сыграть? Или по долгу службы сыграли бы с какой-то неохотой? Наверное, так. В очень плохой драматургии. Потому что все начинается, конечно, с пьес. А в театре кукол бывают с этим сложности, и большие сложности. И если неинтересно написана роль... У меня такой был случай в городе Нижний Новгород. Я даже не назову ни пьесу, ни персонаж не назову. Мне было его играть скучно. И я с неохотой шел. Это единственный случай в моей жизни. Слава богу, что он единственный. Если такое бывает, конечно, это жалко. Это утраченное время. Почему вы выбрали именно кукольный театр, а не драмтеатр? Я думаю, что играть в кукольном театре сложнее, чем в драмтеатре. Нужно еще отвечать за куклу, и чтобы она была живой. Ну вот и ответ. Потому что труднее, тяжелее, и, следовательно, это интереснее. Для меня, во всяком случае. Конечно, когда в твоих руках оживает предмет, а если еще зрители говорят, что мы не замечаем за куклой актера, это замечательно, это очень хорошо. Не знаю, мне кажется, это тоже ведь на уровне... Во всем же есть хорошее понятие, почти банальное стало, призвание. Я надеюсь, что эта профессия мое призвание. Я надеюсь, что я когда-то был рожден вот с каким-то таким вот умыслом, что именно сюда должен попасть. Ну вот, наверное, все-таки попал туда, куда надо. Ваши коллеги из драмтеатра говорят, что еще до постановки спектакля его образ возникает в вашей голове. Можете рассказать, каким образом у вас появляются режиссерские находки? Ой, всегда по-разному. Ну, во-первых, конечно, это все время вдумчивый анализ материала. Потому что все начинается с мысли, и какая-то мысль, вот она греется, в голове греется, она либо тебе созвучна, а если не созвучна, ты отметаешь этот материал полностью, а если созвучна, то ты его раскручиваешь в голове и смотришь, какие выразительные средства можно использовать для этого. Что это могло быть, как это могло быть, каков может быть синтез, как это существовать? Ведь театр кукол многогранен, да, вот есть шермовые спектакли, есть спектакли, где открытый прием, есть планшетные куклы, есть марионетки, есть паркетные куклы, теневой театр. Как все это может существовать вместе или раздельно, или почему именно выбирается этот стиль? Все зависит от материала и от того, как ты его-то увидела. Вот так случился один спектакль, я его просто запомнил, что я проснулся утром, и мне приснилось сценическое решение, форма приснилась. Было такое, правда, без дураков. А иногда бывает очень мучительно, и думаешь, как же это сделать-то? Как же это сделать? Вот вроде как крутится в голове, но ты в десятку никак не можешь попасть. Потом каким-то образом приходит что-то, и потом ведь все равно идет корректировка, как это сделать, как это решить. Тут нет однозначного подхода. Вадим Александрович, а мы знаем, что в театре новая традиция. В спектаклях могут участвовать дети первого лицея. А как дети из других школ могут поучаствовать в ваших спектаклях? Это так случилось, что директор лицея, тогда директором была Демина Татьяна Анатольевна, неугомонный, в хорошем смысле человек. Это здорово очень. Она сказала, а давайте что-нибудь замутим. И действительно возникло такое желание, а и правда, давайте-ка сделаем что-то. И вот пришла идея спектакля по картинам импрессионистов. И мы пошли, создали такой проект. И спектакль вошел в репертуар. Он, правда, шел не так уж и много. Ну, может, потому что он действительно имеет какую-то определенную специфику, и он рассчитан только на школьников. Это был такой хороший опыт для театра. Это было бы здорово. Ну, сейчас пока нет такой мысли. Может, возникнет когда-нибудь. Посмотрим. Вадим Александрович, ну, мы теперь переходим к Блицу. Короткий вопрос, короткий ответ. Вы готовы? Постараюсь. Любимая книга? Люблю Гоголя. Всего. Работа или семья? И то, и другое. Кнут или пряник? Чаще возникает кнут. Самый счастливый день в вашей жизни? Рождение детей, конечно. Оруэлл или Хаксли? Хорошо, Оруэлл. Костюм или джинсы? Джинсы. Чаще. Ваше любимое время года? Весна. Ходить в театр или в кино? В театр. Любимый драматург? Шварц. Добрый или злой образ? Злой. Все-таки. Чей или кофе? Кофе. Театр это? Это счастье. Это жизнь. Ваш кумир? Зиновий Герт. Замечательный кукольник. Вадим Александрович. Ассоциация со словом «школа». Нижегородское театральное училище, потому что это для меня большая школа. Вадим Александрович, встреча прошла супер. Мы все очень довольны. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Я увидела Вадима Александровича как человека многогранного. И преданного театру. Самым креативным и неординарным человеком. Он как солнышко, яркий и светлый. У нашего героя огонь в глазах. Он мне показался человеком, который может поделиться своим оптимизмом. Я думаю, театр это его призвание. Он истинный человек искусства. Для меня, как человека, связанного с театром, очень важно вот это общение. А театр существует только лишь в этом общении. Мы всегда разговариваем со зрителем. Нам интересен этот отклик. А вот здесь сейчас состоялся такой отклик. И очень интересно слышать молодых людей, видеть их взгляды. И в вопросах сквозит отношение к тебе, любопытство к тебе. Если оно, любопытство, это и есть, то значит, чего-нибудь ты, наверное, все-таки стоишь. А любопытен был вопрос по поводу того, что рождается в твоей голове. Это, кстати, не так часто его задают. Спасибо огромное. Это было здорово. Впечатления очень сильные. Эксперты сегодняшней программы уже поставили свои оценки. Екатерина Кучумова, главный редактор сайта информационного агентства «Орининформ» и автор телепроекта «Бизнес-класс». Юрий Мещенинов, заместитель главного редактора газеты «Оренбуржья», член Союза писателей России, лауреат литературных премий имени Сергея Оксакова и Петра Рычкова. Мария Селиверстова, исполнительный редактор общественно-политического журнала «Вертикаль», член Союза журналистов России. Наталья Веркашанцева, редактор отдела культуры газеты «Оренбургская неделя», заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира». Очередной разговор с очередным знаменитым оренбуржцем, а это была беседа с Вадимом Смирновым, главным режиссером Оренбургского областного театра «Кукол», получился, как всегда, содержательным, интересным, обстоятельным. Ребята были очень активны, особенно команда «Элита». Они задали очень много вопросов. Вопросы хорошие, продуманные. Но команда «Шаг вперед», они, может быть, задали поменьше вопросов, но вопросы были очень интересные. Особенно меня просто прямо подкупил вопрос о том, почему Вадим выбрал театр «Кукол», а не театр драмы. И девочка, так как-то очень хорошо это все пояснила, она сказала, ведь куклы – это труднее, нужно отвечать не только за себя, артисту, но и за куклу, чтобы она была живая. Это вообще, как она тонко и точно все поняла. Обычно спрашивают журналисты, почему выбрали не драму, а куклу, потому что кукла-то вот проще, драма – это серьезнее, это же вот типа не каждый сможет. Мы, конечно, этим, она подкупила режиссера абсолютно, он так в таком вдохновении воскликнул. Ну вот вам и ответ. И она этим вопросом, девочка, вообще-то команду «Шаг вперед» подкупили и зрителей, я думаю. Обе команды заслуживают оценки отлично. Я посмотрела программу с участием Вадима Смирнова, и, на мой взгляд, обе команды, и «Элита», и «Шаг вперед» хорошо подготовились ко встрече с гостем. Они смогли раскрыть его и как профессионала, и как интересную личность, и как семьянина. Видно, что ребята досконально изучили биографию героя, они задавали очень интересные вопросы, но при всем при этом мне показалось, что команда «Элита» держалась в кадре увереннее ее участники, а команда «Шаг вперед» задавала более интересные вопросы. Я ставлю обеим командам по 5 баллов. Итак, общий результат. Теперь свою оценку должны поставить телезрители и интернет-аудитория. Голосуйте за понравившуюся вам команду на сайте школамедиа.ру. Возможно, именно ваш голос станет решающим. В следующей программе с командами 11-классников встретится директор Оренбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» Дмитрий Никифоров. Чем привлек наш город героя программы, что он приехал и остался здесь работать? Узнайте в ток-шоу «После школы». Команда «Мечты» и «Знак вопроса» вступит в борьбу на телеканале ОРТ «Планета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова